На стадионе команды «Войнах» прошли матчи заключительного тура Зимнего чемпионата Республики по футболу среди ветеранов. Участвовали 8 команд из различных городов и населенных пунктов региона. Кому достался заветный кубок, расскажет Идрис Ижиев. Погода и возраст не преграда для любителей футбола. Каждому из этих игроков далеко за 40, а они гоняют мяч не хуже подростков. Повод у ветеранов футбола играть в дождь есть. Сегодня заключительный тур чемпионата Ингушетии среди ветеранов. На стадионе футбольного клуба «Войнах» собрались сразиться в последний раз 8 команд. Игры очень быстрые и насыщенные на моменты. Уступать никто не хочет. У команды ветераны Ингушетии в соперниках хорошо сбалансированная команда ветераны Яндари. Моменты есть у обоих сторон. Вот только красные немного удачливее. На пропущенный мяч в начале тайма Яндари ответили двумя забитыми голами. Первый тайм подошел к концу. Как видите, сегодня дождливая погода. Хотели перенести этот тур, но старшие ветераны настоялись, чтобы и в дождь, и в всякой ничего страшного проведем, добьем чемпионат. Сегодня уже последний тур завершается у нас весь чемпионат. Мы уже два месяца играем. На другой половине команды «Войнах» противостоит футбольный коллектив из Икажева. Эта игра на результат в турнирной таблице не повлияет, однако это не значит, что по полю будут ходить пешком. Футболисты выкладываются на полную, хоть и погода вносит свои коррективы. Поле скользкое, а мяч отскакивает даже от малейшего касания. Футболисты очень довольны. Игрок Икажева Руслан Албогачиев отмечает, что турнир, который проводится впервые, сложился очень удачно. Ветеранов футбола в Ингушетии немало. «Насколько мне известно, это первый такой турнир. Он идеален в моем понимании. Почему? Потому что ветеранов очень много, желающих поиграть. Ни времени, ни места, как правило, не получается. Сегодня руководитель, директор стадиона, вот именно непосредственно этого, который им занимается, нам помогают. Это идеальный турнир, шикарный. Его проведение, его игры, соперники, участники – все на уровне». Чемпионат среди ветеранов 35+, проводится в Ингушетии впервые. Турнир организовали Министерство спорта региона и Федерация футбола Ингушетии. Участников свыше 50. Подобные соревнования – хорошее подспорье для развития футбола в республике. Чемпионат планируют сделать традиционным. «Играем, бегаем для себя и в дальнейшем, как бы традиционно, будет летний чемпионат ветеранский и зимний чемпионат, и кубок среди ветеранов будет. В дальнейшем планируем провести межрегиональный турнир среди ветеранов. Это в будущем, в 2022 году летом собираемся его проводить». По итогу соревнований сильнейшим признали футбольный коллектив из Карабулака. Серебро досталось команде Борт из Нового Реданта. Бронзу забрал в войнах. Команды наградили кубками и медалями. Удерживать титул чемпиона будет очень сложно, ведь впереди зимний чемпионат, месяц на отдых и новый старт.